Иди, иди, иди отсюда! Я что с тобой набуду ржан? Я выйди, иди, иди, иди! Убрала, иди, иди, иди! Руки! Это видео нам прислала телезрительница Наталья Лопатина. Молодая мама пришла в магазин с сыном Демидом и сделала замечание продавщицы. Девушку не устроило, что витрина с детскими товарами разбита, а осколок лежит рядом с игрушками. Небольшой сюжет о конфликте мы показали в утренних новостях. О днём решили заскочить в магазин и проверить, изменилось ли что-нибудь. На месте мы застали всё ту же продавщицу. Мам, что, больная? Не надо, я ещё раз говорю, не надо меня снимать и не трогайте меня! Ну, как и всё, и до свидания все! И всё это в присутствии трёхлетнего сына Натальи. Продавец даже не отрицает, что витрина была разбита, вот только кажется, что, по её мнению, ситуация обычная. Я так считаю, что эту девушку надо полечить, просто её ребёнка тоже. Никто ничего не сделал, и никто ничего никуда не полез, и тут такое раздули, что это просто... Из-за этой придурочной ещё, видимо, с работы уволят, поэтому... Ну, она же здесь сейчас... Ну, и дальше что? И дальше что? И ребёнок, и я говорю, её полечить надо, и ребёнка её тоже. Представиться на камеру женщина отказалась, так же, как и отказалась дать контакты руководства. Зато о разбитой витрине узнали в организации, которая их обслуживает. На наших глазах ситуацию исправили буквально за пять минут. Потому что я только что об этом узнаю. То есть, как бы, такое случается редко, да? Ну, как бы, наша компания ставит витрины, но если кто-то, например, разбил, мы сразу всё меняем. Зачем нужно было спорить, повышать голос и оскорблять, Наталья не понимает. Говорит, что перед тем, как достать телефон и начать снимать, она несколько раз спокойно просила убрать злополучный осколок и заклеить витрину. Не пойдёте, да, больше сюда? Буду отправлять мужа. Мама Наталья говорит, что этот магазин самый близкий к их дому. До другого идти почти в три раза дольше. Но теперь она лучше лишний раз пройдётся, чем купит еду у людей, оскорбивших её сына. Димит Лабышев, Михаил Масленников, Афонтова. Новости.